Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем в аудио, в видео ставим темы, которые я проводил занятия тематические в Потеряевке в начале 90-х годов. Ссора. Не обойтись при рассмотрении этой темы без того, чтобы не затронуть гнев и надменность. Как проистекающие одно из другого. И нельзя даже определить, что идет раньше, ибо они идут обнявшись. Но у каждого есть мать, и за ней идет целая череда детей, происходящих из одного определенного гнезда. Нужно проследить путь греха, каким путем все это подходило. Многие делали исследования о причинах возникновения революции. Наконец, на этом фоне отрывочных сведений появляется гигант Солженицын Александр Исаевич и раскладывает все по полочкам. Люди забыли Бога, отсюда все. Иоанн Кронштадтский, живший на подходе революции, прямо указывал причины, породившие революцию. Апостол Павел, который и не знал слова «революция», у него мы это слово не встречаем, указал, что это проистекает и от желания ссор, споров, от которых урождаются поврежденные мысли, желание утвердить свое эгоистичное «я». 1 Тимофея. Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. Это то, что подняло первого мятежника на небе против самого Бога. Человеческому духу и разуму дано право исследовать причины явлений. Сегодня делаются все новые открытия в возможностях человеческого мозга, его души. Есть вопросы, перед которыми можно только в благоговении склонить голову и молчанием почтить непознаваемость причины возникновения Бога. 2 Тимофея. А когда было только одно Божье, Исайя. Я Господь, и нет иного, нет Бога кроме меня, Иоанна. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Зло начало быть без Бога. Исследования показывают, что наши взаимоотношения есть проекция первоначального крушения. Все, что у нас происходит сейчас, есть малые отблески. Через тьму веков прошедшие. Первоначальное зло утверждало какое-то огромное Я. Могучее, сильное, мудрое. Достоевский в Великом Инквизиторе называет падшего ангела мудрым духом. И нигде не сказал никто из Можжеверы о нем, что он скудоумный. Сегодня психологи исследуют, работая с заключенными, как возникло это злодейство, что послужило причиной его. Почему люди маньяками рождаются, сексуальными убийцами, извращенцами, находят, что в неблагополучных семьях такие отбросы общества выводятся. Но бывает, что из вполне порядочных семей такие изуверы выползут, что мир содрогнется. Иоанна, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит ложь, он говорит свое, ибо он лжец, и отец лжи. От начала. Это можем толковать, что из рая. Но дальше видим, что это уже не начало, и тайна снова сгущается. Как могло возникнуть зло? Слово Божие говорит, что на земле ссоры были всегда, споры между людьми. В русском языке это слово напоминает как бы ссор. Библия говорит, что человек начинает надмиваться, начинает гордиться, приходит и гвенев. Слово ссора встречается в Библии 41 раз, надменность 58 раз, и гордость 132 раза. Нам даже не сразу может быть понятно, как можно делать зло и не сожалеть об этом. Не помиловал народа погибельного, который надмивался грехами своими. Мало того, люди начали надмиваться грехом. Это уже дело революционного подъема духа. Хвалятся своими преступлениями друг перед другом. Не помиловал народа погибельного, который надмивался грехами своими. И епископ Виссарион поясняет, что когда Господь изгоняет Каина, то в словах протоубийцы видны нотки раскаяния. Он сожалеет, что трудно теперь будет ему бытие. Вот, ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнальником, и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Но следующий его потомок Ламех уже гордится своим убийством, уже составляет гимн победы над собратом. И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голосу моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне, и отрока в рану мне. Если за Каина отомститься всемеро, то за Ламехов 70 раз всемеро. В оригинале, поясняют епископ Виссарион, на еврейском языке это место написано в стихотворной форме, поэма. Никто не имеет права прикоснуться ко мне, я бился с противником в открытом бою, он мне нанес рану язву. Жены мои, я победителем вышел. До основания мира разрушим, построим свой. Это первая революционная песня, чтобы после революции никакого не было Нюрнберга. Убийство совершается в огневе. Что же такое гнев? Это нерасположенность к человеку, к твари, к вещи, к событию, часто желанием отомстить, наказать и очень редко разумить и исправить. В огневе кровь начинает клокотать. Он человек горячий, поднимается температура тела, иногда глаза наливаются кровью, и он весь цвет видит как бык во время боя быков. Вот такой образ Ваньки Кольцо в фильме «Ярмак». Никита Жигурда играет. Только за столом сидел, и не так слово кем-то сказано, и он уже выхватывает саблю. У него кровавая пелена перед глазами. Он бешеный и одержимый, как дьявол. Единственный раз он нормально говорит, когда три стрелы ему в грудь вонзаются, и на пике его поднимает. Он тут уже заговорил нормально. Протрезвел сразу «Фарида, прости, впервые нормальный, нехриплый голос раздался. Что же нас каждый раз на пике поднимать, чтобы мы нормально заговорили?» Дариносимые. Ну это и же Херувимые, которые. Ну это на пиках нанесут. Дариносимые. Надменность очень напоминает слово «дым». Надымить. Дымное надмение мира. Желание получить какое-то звание, Сирахов. Как охотничая птица в западне, таково сердце надменного. Он, как лазучик, подсматривает падение. Сам по себе он не представляет ценность. И ему нужно через кого-то перешагнуть, подсмотреть, спихнуть в отвал. Орудие их действия есть язык. Они где-то закладывают, в кавычки, удумают, что не узнает никто. Могут выдать тайну. И за счет этого возвысится, Сирахов. Уловлен будет ими грешник, и злоречивый, и надменный приткнуться через них. Это клевета, распускание худой молвы, неспровержение авторитета ближнего и самоутверждение. Это стандартное определение. Оно прямо исходит из священного писания. Разные люди вызывают в свой адрес справедливый гнев. Сирахов. Надменного нищего, лживого богача и старика-прелюбодея, ослабевающего в рассудке. Ненавидит. Да, я ненавижу кого. Нищий не имеет элементарно необходимого, и он бы должен ко всем обращаться. Умель на глаголище. Он же надменный и попросить толком не может. Не успели его спросить, зачем это ему нужно, вещи или деньги. А он уже в ответ, ну не хочешь, не давай, я без тебя обойдусь. Просит лошадь. Сам-то не держит. Ему заботы не нужны. Там и телегу, и хомут нужно иметь. Косить надо траву на лошадь и побольше, чем на корову. В одно целых и десятых раза. И задрал хомут, пришел, сбросил Павлу и пошел. А вот это сделал Женя. Помочь бы надо хозяину хомута. А мне это не нужно, пусть сам делает. Я без твоей лошади обойдусь. Пошел, да еще дверями хлопнул. Косяки дрожат. Вывод. Не давать больше. Если же был бы нищий, настоящий, он бы тут сидел не один вечер, учился шить, и сам бы сшил новый хомут. Я и травы могу накосить. Помогу. Помогу накосить. Если настоящая нужда, то будешь униженно стоять и просить, потому что зима, а у тебя жена и дети голодные. Учись и спереди, и сзади забегать, как та женщина, хананиянка ко Христу. От Матфея. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему, Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Она сказала, Да, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. От Марка. И сильно просит его, говоря, Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива. Житья мне нет. Дочь моя бросается на меня. Я крошку единую щедро твоих прошу, владыка мой. Эта женщина на такие неприветливые слова Христа могла бы выдать ему. Это мы-то псы? Нет, это ваша нация путала весь мир. Это они кровожаднейшие собаки. От них нет спасения никому. Везде все посты захватили в моей стране. Но женщина это просила, пробивалась к сильному и вырвала дочь из плена сатаны. Но если даже нужда не может заставить человека смириться, то это в ответ вызывает на такого ненависть, сирахов. Ссора надменных, кровопролитие. И брать их несносно для слуха. Два надменных сошлись, и вот уже заолела по рубахам. Никто никому не уступает, хватается за оружие. Помощь от таких людей не только бесполезная, но и вредная, сирахов. Воззвал я Господу, Отцу Господа моего, чтобы Он не отставил меня в одни скорби, когда не было помощи от людей надменных. Надменность это будет потом тебе под Бог. Он однажды поможет, а будет попрекать не раз, сирахов. Немного даст он, а попрекать будет много и раскроет уста свои, как глашатай. Глашатый. Ныне он взаём даёт, а завтра потребует назад. Ненавистен такой человек Господу и людям. Тебе было трудно, но вот ты поселился здесь, тебе хорошо, завёл и машину. Смотри, не забудь, что это Господь тебе всё дал. Второзаконие. То смотри, чтобы не надмилось сердце твоё, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, чтобы не стал сам по себе приписывать добытое тобою. Иёв. Прельстился ли я втайне сердце моего, и целовали ли уста мою руку мою? Не забывай, словословите, святое имя Бога. Это Он мне всё дал. Второзаконие. Чтобы не надмилось, не надмивалось сердце его, перед братьями его. И что бы ни уклонялся, Он от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своём, Он и сыновья его посреди Израиля. Когда приходят что-то просить, и тут же надмиваются, то не нужно ничего им давать. Это им на пользу для смирения. Когда будешь смирённым, тогда и приходи, и решим, нужно ли тебе в долги лезть. А то, может, и не нужно. Преступнейший вождь народа имел ключик, как умягчить Бога к себе. Это ему удавалось через унижение себя. Унищижение. Унищижение. Солом 130. Господи, не надмивалось сердце моё, и не возносились очи мои, и я не входил в великое, и для меня недосягаемое. Вопросы надо такие большие, вопросы оставлять. Иов. Тем менее, человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль. Псом. Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Перед тобой я склонялся, и тебя умолял всегда, Боже мой. Знатные люди надмиваются своим «я», и приписывают своему могуществу лично себе, и Бог вкладывает ему сду в рот и ведёт торопой смирения. Даниила. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишён славы своей. На выходе носа. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо моё в ноздри твои и удило моего рот твой и возвращу тебя назад той же дорогою, которой пришёл ты. Тянул своё «я» и тут же замыщал и встал на четвереньки. Как всё просто у Бога. Вот делается. И Ленин как надмивался над Всевышним, а Бог отнял у него разум, и он сделался совершенно безумным, пялиться безумным взглядом в коляске инвалидной. Так было и с царём Навуходоносором. Никто не стал царя охранять и ел со скотиной траву. И потом вдруг открыл глаза и смотрит на себя, и ничего понять не может. Вокруг коровы, быки, и он у кормушки чавкает. И сразу же вспомнил, что он царь. Стало известно вельможам, что их владыка встал на ноги, принесли ему штаны, потом стали ногти отстригать, пропарили, венец напялили на него, безумную головку. И он тогда прославил всемогущую ства Божие и свою немощь, и безумие. Видимо, тот, кто гонял его на водопой, заметил, что у этого обормота глаза разумно смотрит сегодня и перестал его мечом гнать. Сообщил во дворец, что бык-царь уже не мельчит, что-то говорить пытается. Казалось бы, уж у нас-то чем можно тут надмиваться? А такие сплёски ещё выдают от луки. Явил силу мышцы своей, рассел надменных помышлениями сердца их, Яков. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. 1 Коринфянам. О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знания. Но знание надмивает, а любовь назидает. Апостол Павел знал, что лекарство есть напротив надмения, это любовь. Сектанты сильно надмиваются, что им уже и церковь не нужна, они уже всё своим умом постигли. Много надмивается православные, что знают, как и что в потустороннем мире, кого нужно во святые провести, канонизировать, какую роль играют эти святые, какую ангелы. Колоссянам. Никто да не обольщает вас самовольным, смиренно мудрием и служением ангелов, торгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом. 2 Тимофей. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Любовь имеет разорительное свойство, потому что надо от себя всё больше отщипывать в пользу ближнего. Миллионы людей идут ложным путём из-за надмения, потеряв любовь. 1 Иоанна. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нём пребывающей. Сегодня люди в большинстве своём надмиваются дипломами, открытиями, безрассудно надмиваясь плотским своим умом притчей. Погибели предшествует гордость и падению надменность. Как правило, видим, что перед тем, как совсем покинуть общину, человек страшно надмивается. Я сам уверовал, мне эти занятия не нужны. Притча. Гордость отчей и надменность сердца, отличающие нечестивых грех. Притча. Надменный злодей, крощуник, имя ему, действует в пылу гордости. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Страшное надмение охватывает целые страны, как союз назывался несокрушимым и поразил Бог самое сердце и все посыпалось Исайя. Я накажу мир за зло и нечестивых за беззакониях и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей. Даже гадать не надо, что справедливость Бог устанавливает иногда. И если у бездетного два гектара огород, а у соседа десять ребятишек и у него пять суток огород, то будешь ли ты делать так, чтобы и продолжалось это. Тут бурденом все заросло, некому обработать, а там по горам террасы рубят, негде грядку сделать. Пустили лозунг, что кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. На том стояла и будет стоять русская земля. Высели идеи революции, здесь она выдохлась, а в Китае, в Корее, в Вьетнаме эта зараза еще жива и разносит думное, дымное надмение и злость в сторону севера. Пустили лозунг, что в 1982 году нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Вот только еще 20 лет поуродуемся без выходных. И эту надменность Бог посрамил, и перессорились все, и разбежались, не достроя Вавилонскую башню, перестали понимать друг друга, и башня развалилась. Особой сильно сегодня развита надменность в семьях, оттого так много разводов и ссор, в Солом 17. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очень надменные унижаешь. Надменные люди так неприятны, они ни в какие ворота не проходят, у них везде колючки торчат, в Солом 100. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Как тяжело с этими ссорящимися жить, они постоянно задираются и устаешь от них. Надменные берут займы и не думают отдавать, на занятые деньги они строят дом, но можешь его на крепкий фундамент ставить, мраморными плитами обкладывать, но он уже дал трещину. Причь. Дом надменных разорит Господь, а межу вдовы укрепит межу. 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 А вот. Вот душа надменная не успокоится, а праведность своей веры жив будет. О, важные слова. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Надменные не могут идти в на примирение, у них искры все время тлеют, и при первом ветре раздуваются в пламя. Читал воспоминания Крупской, когда она говорит, что пришел с одного диспута ее Володя, и язык его почернел, так он спорил со слесарем Васильевым. Присядским. Вот это беда. Победа. А, победа. Какая же беда? Вот это победа над слесарем. Над слесарем. Так что кровь на языке запеклась. А ведь ничегошенька не умела делать своими руками дворянин Ульянов. Если бы спорили о том, кто больше деталей вытащит на станке, то, конечно же, слесарь бы победил этого лысого адвоката. Первый Тимофея. Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения. Мелочность и непокорность это мечпитательная среда спорливого. Тот так и стремится к ссорам, притчи. Не ссорься с человеком без причины, когда он сделал злать, когда он не сделал зла тебе. Не отскочило опять у тебя. Чудо какое. Страшное зрелище, когда плотину начинает промывать вода. Это ужасно, уже ничто не помогает, рушатся стенки и тонны несутся вниз, притчи. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она, притчи. Кто любит ссоры, любит грех, и кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падение. Уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, из ссоры подобных запорам замка, притчи. Честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен, притчи. Прогони кощунника и удалится раздор, и прекратятся ссора и брань. У нас когда задания по скайпу, двоих не было, и все прекратилось, и вообще полная тишина сразу наступила. Притчи. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Вот так. Вот такую должность адвоката избрал себе человек. Что бы и где ни видел, он уже тут, как затычка, и тоненьким голоском начинает осуждать правую сторону, а негодный поддерживать притчи. Уголь для жара и дрова для огня, и человек сварливый для рожжения ссоры. Братья прекрасного Иосифа, какие они люди горящие, себя не могут удержать, продают брата и насмехаются над него с нами, бытие. И сказали друг другу, вот, идет сновидец. За изнасилованную дочь Иакова, за свою сестру, они безумно уничтожили целый город. Причем же те люди в городе? Вы казните того, кто это бесчестие вашей сестренке сделал. Иаков уже на смерть мадре не мог им этого безумства простить. Бытие проклят гнев ибо жесток и ярость их ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Причем надменно разжигают ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Человек гневливый заводит ссору, испыльчивый много грешит. Причем потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Какое же лекарство есть против таких людей? Только кувалда параган. Когда пришли эти братья в Египет и их арестовали, то что же они там такие тихие и за мечи не хватается? Сгорбатились? Мы люди мирные, мы пастухи, значит в другой обстановке могут собой владеть, не ссылаются на свой темперамент, на свою горячность. Значит этим любителям ссор нужна хорошая уздечка в рот, чтобы раздирало его до крови. И они тогда как шелковые стоят и валяются уже в ногах у презренного и мясновидца. Повалились снопы пустые, Бог умеет это делать во втором действии, и кровью начинают герои харкать. Харкать, да харкать. Харкать, харкать. Римлянам, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям, ни пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Второй Коринфянам. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по предшествию моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Второй Тимофеев. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают споры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учителем, незлобивым. И бывает друг, который превращается во врага и откроет ссору к поношению твоему. Не ссорься с человеком сильным, чтобы когда-нибудь не впасть в его руки. Не заводи ссоры со спыщем и не проходи с ним через пустыню, потому что кровь, как ничто в глазах его, и где нет помощи, он поразит тебя. Прежде пламени бывают в печи пар и дым, так прежде кровопролитие ссоры. Ссоры надменных кровопролитие, и брать их не сносно для слуха. Рану можно перевязать, и после ссоры возможно примирение. Удерживайся от ссоры, и ты уменьшишь грехи, ибо раздражительный человек возжжет ссору. Человек-грешник смутит друзей и поселит раздор между живущими в мире. Жаркий спор возжигает огонь, а жаркая ссора проливает кровь. Горость для душевина, когда пьют его много при раздражении и ссоре. Гасить ссоры помогает юмор. У кого нет юмора, это люди мрачные, у них всегда рот готов для ссоры, у них никогда не хватает мужества сказать о себе что-то смешное, сглаживающее. Этим особенно славны в кавычках старые обрядцы. Вот так, и все, тема видно, что оборвана. Богу слава. Чтобы никогда не ссорились. Видишь?